Здравствуйте! В эфире информационная программа «Вести Кабардино-Балкария» в студии Беслан Суидимов. Глава Кабардино-Балкарии и руководство МРСК Северного Кавказа подписали дорожную карту. Документ оформили в ходе рабочей встречи Арсена Конокова с исполняющими обязанности директора компании Петром Сельцовским в Нанчике, сообщает пресс-служба главы правительства КБР. С 1 февраля Нанчикская городская электросетевая компания передается в аренду МРСК Северного Кавказа сроком на 11 месяцев с возможностью ежегодной пролонгации до 1 сентября 2017 года. Как отметил Арсен Коноков, для республики такое решение весьма положительно. Компания хорошо зарекомендовала себя в части взаимодействия с республикой. Он также выразил надежду, что модернизация сети под управлением МРСК пройдет успешно и жители Кабардино-Балкарии будут гарантированно обеспечены электроэнергией. По мнению Петра Сельцовского, принятое решение даст возможность улучшить работу распределительных электросетей города, износ которых превышает 80%. Республиканскому министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики поручено постоянно контролировать и ежегодно докладывать в правительство Кабардино-Балкарии об исполнении утвержденной программы энергосбережения. Продолжение следует... Женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, выплатят 490 рублей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году. Также в 53 регионах России, в том числе в КБР, планируется ввести дополнительные пособия на детей, начиная с третьего. Право на такую выплату получат малоимущие семьи, где пополнение произошло с 1 января 2013 года. В среднем пособие должно составить от 6 тысяч в месяц в регионах с низким прожиточным минимумом и до 11 тысяч для областей с высокой стоимостью жизни. За что мы платим? Этим вопросом жильцы многоэтажек задаются раз в месяц, получив квитанцию на оплату. Но вот потребовать ответы готовы не все. Кому-то недосуга, а кто-то просто не верит, что его можно получить. А между тем, управляющие компании теперь обязаны быть абсолютно прозрачными и по первому требованию жильца предоставить любую информацию. Так ли это на самом деле, выясняла Анна Сурхайханова. Квитанции нам приносят, и все, что в этих квитанциях отображено, мы, например, не можем проследить. Просто оплачиваем и все. То есть вы доверяете? Ну да, получается так. Я бы пошла к ним и потребовала всю документацию. Управляющая компания нашего дома работает хорошо, поэтому у меня не было причин обращаться. Да, они должны, обязаны об этом. А вы когда-нибудь обращались? Нет, я не обращался. Я в частном доме живу, так что не приходилось. Иногда как бы, какие-то у них недомолвки, что-то они говорят несущественно. Очень много проблем возникает все. О том, что управляющие компании всю необходимую информацию обязаны предоставлять по первому требованию жильцов, знает не каждый. Как и о том, что по постановлению правительства страны они должны это делать с 2010 года. Причем управляющая компания должна предоставлять не просто общие сведения, мол, занимается тем-то, столько-то домов обслуживать, а отвечать на конкретные вопросы. То есть жильец пришел определенного дома и говорит, вот мне начислили во столько-то, а что по нашему дому сделано, должен быть план работы, должен быть отчет, все это должно быть и в интернете, и также в их конторе. На сегодняшний день из 18 управляющих компаний 9 уже имеют свои сайты, 2 из которых уже работают. А проблемы, с которыми приходится сталкиваться управленцам в организации работы сайта, только на первый взгляд кажутся быстро решаемыми. Чтобы коммунальный интернет-ресурс отвечал требованиям, всю информацию о доме внести нужно в компьютер. Технический паспорт дома, к примеру. Когда тот был построен, ремонтировался ли? По сроку эксплуатации, которые некоторые дома выше 100 лет даже имеются, то есть или несовпадение по техпаспорту, или сведения какие-то, или отсутствие техпаспорта, потому что они не обновлялись в течение длительного времени, часть домов уже переработали. И в данный момент нас, в принципе, не это сдерживает, а наполнение объемов информации, которые на сайте будут. Нам сейчас техническое перевооружение. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности – сведения о выполнениях работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок и сроки предоставления этих самых услуг. В общем, преграды, разделяющие коммунальщиков и жильцов, теперь быть не должно. Вот здесь список домов. Конкретно каждый дом указан в этом списке домов. И по каждому дому, какой тариф. Тариф на техническое обслуживание. Один квадратный метр стоит 6 рублей 16 копеек. Атаманская дивизия 47, 6 рублей 16 копеек. Риф стоит один квадратный метр 2 рублей 46 копеек. Это как должно быть в идеале. Но официальный сайт управляющей компании «Очак», можно сказать, чуть ли не единичный случай информации, здесь выставляется еще и на стендах. С жильцами проводятся собрания. Свои предложения и претензии высказывают обе стороны. В случае, если управляющая компания уклоняется от предоставления информации жильцу, последний может обратиться с жалобой в городадминистрацию и жилинспекцию. И даже обжаловать в судебном порядке, отказать квартиросъемщику, коммунальщики, теперь не имеют права. Анна Сурхайханова, Марат Татруков и Аслан Хандохов. Вести. Кабардино, Балкария. Спартакнальщик должен вернуться в премьер-лигу. На решение этой задачи, которую поставил глава КБР перед клубом, направлены сейчас все силы руководства и нового состава команды. Первую осеннюю часть первенства начальник завершили в середине турнирной таблицы. Команда дополна решимости до конца бороться за место в первой четверке. Кроме игроков основного состава на первой учебной тренировочной вызвана большая группа молодых игроков-воспитанников клуба. Как вы видели, в команде настроение хорошее, рабочее. Они соскучились и по футболу, и друг по другу. Поэтому работаем. Вот уже четвертый день. 6 января мы собрались. 7-8 у нас будет медобследование. И вот уже четвертый день мы... Можно сказать, что мы уже втянулись в работу. У нас на просмотре сейчас 5 человек, которых мы из селекционного сбора взяли. Дальше будем смотреть и повезем с собой их в Турцию. Уже хотим посмотреть, как они выглядят на уровне наших футболистов. Это что касается новичков. Они все из команд второй лиги, но довольно качественные футболисты. По игровым амплуа это вратарь, защитник, два хаффбека и нападающий. 21 января нальчане отправятся на сбор в Турцию. Планируется провести несколько контрольных матчей. Нальчикский «Спартак» примет также участие в розыгрыше Кубка ФНЛ, который пройдет на Кипре. К этому часу вся информация. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Следующий выпуск в 14.20. Субтитры создавал DimaTorzok